Первый день календарной зимы соревнований по стрельбе из пневматики в программе не было. Центром событий стал не манеж, а здание тира, где спортсмены состязались в стрельбе из малокалиберного оружия. На первом этаже девушки стреляли из пистолетов, причем очень быстро. Этот вид так и называется – скоростная стрельба. В этой смене у спортсменки из Удмуртии Дарьи Корженко возникли проблемы с патроном. Он оказался бракованным, пришлось остановить стрельбу. Однако Дарья проявила характер и, несмотря на нервозность ситуации, справилась с собой, достреляв до конца и показав неплохой результат. Стала четвертой. Довольно-таки спокойно. Раньше меня это выбивало. Сейчас я просто отвлеклась и все. Довольна стрельбой Корженко и именитая Наталья Подерина – серебряный призер Олимпийских игр в Пекине, в стрельбе из пистолета, а ныне тренер сборной Удмуртии. Даша вообще стреляла хорошо, молодец. Сегодня она справилась и с тем, что патрон такой попался, да, все-таки смогла, не развалилась, смогла собраться и дальше поработать. Она умничка. Но, ну, к сожалению, вот такое бывает. Это у нас технический вид спорта. На втором этаже девушки тоже стреляли, только уже из винтовок. Представительница Удмуртии Александра Дряхлова осталась недовольна своим выступлением. Сказалась неуверенность и долгое отсутствие соревновательной практики, признается спортсменка. А стрельбой влеклась в детстве. Родители заметили способности Александры. Папа привел, мне понравилось и осталось. Из винтовки, духовка называется вроде, вот из нее попадала, и он решил меня сюда привезти. А стреляли по каким мишеням? По банкам. Где это было? Где-то в огороде, да? В деревне. Получалось? Из этого и привел. Все, в десятку летели пули, да? Да. В этом виде программы спортсменки Удмуртии смогли пробиться на призовой подиум. Опытная Мария Феклистова подтвердила свой статус, выиграв бронзу, а победу праздновала Татьяна Харькова из Оренбурга. Завершатся соревнования 6 декабря.